Десять дней длилась ужасная битва могучего Зигфреда со страшным драконом-бомбиром. Никто не мог победить в этой ужасной битве. Но после того, как юная Кримхильда принесла кружечку старого доброго Роггенбира утолить жажду, исход битвы был предрешен. Чёртова анфибия подавилась своими слюнями. И юный Зигфред сразил её к чёртовой матери. Вот что делает хорошее старое пиво Роггенбир. Ну что, поможем юному могучему Зигфреду победить чёртову анфибию? Но этот факт утаили чёртовы летописцы. И поэтому мы сегодня перепишем германо-скандинавский эпос и поставим всё на свои места. Роггенбир не должен быть забыт. И для этого нам нужно будет 3 килограмма венского солода, 1,5 килограмма старого доброго Роггена, то есть ржи, и килограмм пшенички. Собираем всё это и отправляем в жирнова Харибды. Итак, наш славный Роггенбир. Ржаное пиво. Венский 3 килограмма, ржаной 2 килограмма, пшеничный килограмм, хмель сладок 10 грамм, жатетский 20 грамм, дрожжи, мангруфы 20, поварен вид. Такая вот схема у нас затирания будет на 30-30 минут, на 52-30 минут. Тут же отварочка пойдёт в густая часть сразу на осахаривание и кипение 15 минут. Потом поднимаем на 62, на осахаривание 40 минут здесь проходит и сразу же поднимаем на такую декстиновую паузу, то есть вот такая смешанная будет. Опять прокипит, вторая пауза, вторая отварочка, извиняюсь. И 20 минут на 73, поднимаем до мышаута и на этом заканчиваем. Всего воды 40 литров, 30 литров затор, 10 на промывку. Тут всё расписано. Вот. Хмеля получится, горечи 11. Вот. Закидываем за час до конца 10 грамм сладока и за 30 минут до конца кипячения жатецкого 20 грамм. Всё. В принципе, делается по схеме пшеничного. Такая же голозерновая культура, как и пшеница. всё то же самое. И фенольные должны быть запахи гвоздичные, те же быть. Но рожь, у неё очень сильный, своеобразный вкус. Запах будет своё, такое мощное пиво. настоящее пиво для драконоборцев. А чтобы наш эль был, как во времена старого доброго Зигфрида, надо померить пиаж воды. Ну что, высокий пиаж. Надо занижать. А чем занижать? Конечно, с желчью дракона. Для начала, я думаю, закинем 20 миллилитров, а там посмотрим, как бы ядерное не получилось. Эх, слабовато желчь. Ещё столько же. Вот теперь всё по феншую. Ну что, как говорил старый наставник Зигфриду, на 30 руби первую голову. Понеслась? И, наконец, наша отварочка. Как я долго этого ждал. Ну и помешивая, доводим до температуры осахаривания 62. Ну что, как раз у нас здесь 62. Эту отварочку утепляем и удерживаем 15 минут. Основной затор ставим на огонь. Доводим до 52. Ну вот у нас всё и по плану. 15 минут осахаривания нашей отварочки. И за 15 минут до 52 основной затор поднялся. Немецкое качество. Меняем местами. Поменяли. И теперь полчаса доводим до кипения, провариваем, выстаиваем, помешивая наш кисель ржаной. Нет, ребята, всё-таки отварки рулят. Это вот, вот сейчас только весь запах солода начинает раскрываться. Это непередаваемо. Запах просто, аромат убивает. Так убивает. Наоборот, воскрешает. Аромат воскрешает. Пептидаза успешно порубила белки, как зигмунд, рептилию. И поднимаем нашей отваркой до осахаривания. Ну, такой кисель, конечно, получился. консистенция такая овсяного киселя. И сразу уже отварочка наша следующая пошла. Стараемся зацепить самую густую часть, чтобы всю эту кашу проварить. Вот так. Осахаривание у нас 40 минут идёт. отварочку поднимаем до 72 и выдерживаем ещё 15 минут, а потом провариваем. Ох и сусло, конечно, кисель такой, мозги великана в бочке. Ох, чувствую, проблемы будут, конечно, у нас с фильтрацией. 73-74 градуса. Выдерживаем 20 минут йодная проба. И всё. Пытаемся фильтровать. отлично. Вандерфул. That's is good. Всё, осахарилось. Будем фильтровать. вкусняха будет, думаю. ваах. Завораживает вообще такой солярис, блин. Разумный океан. Красиво. Залипуха. 100% залипуха. О, какая хрень. Так, надо же замерить начальную плотность а запах-то запах-то ржаной. Другой запах, другой. Тёмной стороной повеяло. Необычно таким таким тёмным хлебом. интересно-интересно, какой же запах будет у пива. Но необычный. У сусла уже необычный запах. Так, а плотность у нас 10,42. По гидрометру, а по ариометру где-то 10,50. Отличная плотность. Выйдет в район 12-13. Самый рогенбир. А пока варится у нас наше сусло, достанем дрожжи. Вот такие дрожжи. С прошлой варки я заморозил с сиропчиком. Ну, за это время размёрзнуться. Ульк туда. Собираем обязательно первый хмель за час. Что-то не хочет даже хмель. Слишком густой такой кисель. Не бурлит даже. Ну, вот наш жатецкий 20 грамм. Ну, и пошел наш последний хмель жатецкий. Бубуха не будет. Да и сразу я же чиллер закинул. Охлаждение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 23 литра получилось. Хрень, конечно, редкая. Кисель с брухом. Ну, вон, можно посмотреть. Густючая, что капец. Дрожжики наши оттаяли, даже начали подбраживать. Ах, какая пенка. Все. драконоборская пойло готова к брожению. Только к брожению. Будем внимательно следить, как бродит. Конечно, тяжелый в приготовлении фигня. Кисель такой. Чулок этот забился к чертовой матери. И все равно такая киселистая фигня со взвесями там еще осядет очень прилично. Ну, а плотность у нас получилась в результате 10,50. Что по ариометру у нас получается 12,50. 12,5 процентов плотности начальной. Вроде прозрачная, но с кучей хлопьев. Густой такой необычный кисель. Будем посмотреть. Ну, что, друзья, такая ситуация. Три дня прошло с начала брожения нашего Рогген Бира. Пошел померить плотность а оно уже сбродило до 4 процентов. До 4 с 12,5 за три дня 20 градусов. Вот сейчас с утра подорвался, надо быстрее переливать на вторичку. Засыплю кориандр. не сильно марля его конечно остановит, но все меньше будет крупных частиц. И прокипятить его надо минут 5-10. все подготовлено смотрим что у нас тут получилось. Уже отбродил. Заливаем наш остуженный кориандр и переливаем наш кисель. Вот оно как и было 10 18 10 20 где-то так. Уже какая осадка конечно куча с брухом получается очень много осадка литра полтора два наверное остается вместе с дрожжами с брухом фильтруется плохо осадка много но зато бродит быстро вот такой бонус за неудобства вот два дня вторички наш роген бир будем разливать по бутылкам запах обалденный на вид конечно так себе посмотрим теперь на вкус еще пошел наш праймер на этот раз гречневый у нас мед пойдет о какое тесто все остатки бруха белок поосаживался дрожжи начинаем вот так а то от пшенички не отличить по цвету ну что друзья созрел наш роген бир не не канап роген бир славное немецкое пойло не терпится мне его попробовать красота прямо мощное мощное пиво ну что оливашки ну что цвет такой золотистый темно-золотистый классный очень очень классный потемнел ну практически как пшеничный как пшеничный запах запах по-моему даже лучше чем у пшенички какой-то аж слюни текут не могу говорить замечательно пахнет свежестью хлебом хмелем немножко но очень классная гамма обалденная обалденная полем цветами прямо прямо даже не знаю надо пробовать срочно пробовать даст здесь фантастюш вот это пиво для настоящих викингов вот так вот по феншую пить такое пиво рокенбир очень классная обалденная супер пиво во даже не знаю легкая питкая привкус как у пшенички но но даже не привкус а вкус вкус как у пшенички а вот привкус свой своеобразный такой ржаным все таки отдает такой очень приятный очень еще кориандр немножечко дает прямо нектар нектар богов пьется на ура глоток проглатываешь и еще хочется и еще и еще и еще очень питкая очень пиво супер супер рекомендую любителям пшенички ну даже лучший вариант ну лучший не лучший очень достойный альтернативный очень классный обалденный проблема с фильтрацией зато бонусом брожение обалденный вкус обалденный аромат пиво супер очень понравилось и многим очень понравилось не только моем так что класс брюмхильда ну-ка дай мне жареного окорока к столу ну рыба тоже пойдет нормально лещик очень хорошо очень замечательно ничуть ничуть не хуже жареного окорока так что друзья рецепт в массы делайте хорошее пиво пейте не травитесь наслаждайтесь жизнью все отлично пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok